Новое направление лечения онкологических пациентов с помощью радиоактивного йода запускают в Приморском онкодиспансере на базе отделения радионуклидной диагностики. Радио-йод-терапия – золотой стандарт лечения пациентов с высоко дифференцированным раком щитовидной железы. Прежде их направляли в Красноярск или Обнинск. В минувшем году в Приморье было выявлено 147 пациентов с таким диагнозом. Еще 1800 стоят на учете. Получить именно лечение в Приморском крае, что очень важно. Это 20 объемов, которые выделены в этом году. Мы надеемся, что объемы будут все-таки возрастать, наверное. И это позволит, во-первых, действительно нашим жителям и пациентам лечиться в наших стенах онкодиспансера и не уезжать сегодня за пределы Приморского края. Ну и, конечно, можно подтянуть на себя дальневосточный регион по оказанию, потому что в Хабаровске только существует одна койка йодная, а у нас уже три. Одновременно проходить лечение могут три пациента. Сама терапия заключается в приеме препарата радиоактивного йода, который действует избирательно, затрагивая только злокачественные клетки. Либо это капсула будет с определенным количеством ГБК, либо же это жидкий раствор тоже йода, который будет непосредственно активная доза набираться для пациента и он ее выпивает. Терапия проходит в изолированном формате в связи с радиационной безопасностью. После приема препарата пациент на несколько дней становится источником ионизирующего излучения. На вид обычные палаты имеют все необходимые параметры защиты. Спецвентиляция, спецканализация ведется строжайший радиометрический контроль. Это просто обыкновенная урна, свинцовая, радиозащитная, потому что все, что остается от пациентов, это уже твердые радиоактивные отходы. Это все должно проходить радиометрией и в случае необходимости укладываться на распад на определенное время. И только когда оно достигает допустимой дозы, тогда утилизируется как общий ряд. Для пациентов предусмотрены комфортные условия. Телевизоры можно пользоваться своим телефоном, предварительно упакованным в специальную защитную пленку. За работой всех систем ведется круглосуточный контроль. Радиационная безопасность – важнейшая часть работы всего медперсонала. Здесь позаботился у нас, во-первых, наш инженер радиационной безопасности. Закупили все фартуки, все защитные и спецзащитные средства. Плюс у каждого, у женщины по два и по три дозиметра. Непосредственно, если будут оказываться реанимационные мероприятия для бригады, свои фартуки. Через несколько дней после приема радиоактивного йода большая часть излучения исчезает. А здоровье пациента с каждым днем становится лучше. Первых пациентов в отделении ждут уже 13 марта. Ирина Шилина, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.